Долгое расследование и рассмотрение уголовного дела. Еще в декабре Андрея Сидорова приговорили к лишению свободы на 4 года со штрафом 400 тысяч рублей. Но он подал апелляцию, продолжая доказывать, что абсолютно невиновен. Летом рассмотрение завершили и приговор вступил в законную силу. Доводы, которые легли в основу приговора суда первой инстанции, были учтены. В данной части приговор был оставлен без изменения. Стоит отметить, что справедливость восторжествовала и в материальном плане. Многие обманутые дольщики ЖК «Молодежный», а их более тысячи, уже получили выплаты, размер которых индексировали. Насколько известно, в настоящий момент выплаты осуществляются в размере средней стоимости за квадратный метр по региону. Соответственно, происходила установленная комиссия оценка данных жилых помещений, которые приобретались непосредственно дольщиками участников длевого строительства. У некоторых, правда, проблемный период продолжается. Связано это в большинстве случаев с тем, что не сохранились документы, подтверждающие покупку. С этими потерпевшими работа продолжается. Если говорить в целом о ситуации в регионе, то Ульяновская область вошла в топ-5 по выплате компенсаций дольщикам. Порядка 1300 обманутых собственников квартир получили компенсации на сумму более 3 миллиардов рублей. Юлия Адамова, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.